приветствую вас друзья вы на туб канале все для клева сегодня мы с вами на рыбалке в корнолеевке такое классное озеро здесь недавно проходил чемпионат одесской области по фидерной ловли и многие спортсмены многим спортсменам попадались серьезные экземпляры то есть паровозы такие что они не могли вытащить они могли вытащить почему потому что был тонкий поводок и он естественно обрывался я сегодня приехал сюда специально для того чтобы попробовать поймать здесь куда большую рыбу потому что я видел эти поклевки видел как фрикцион этом жужжали поэтому хочу попробовать испытать здесь тоже самое наслаждение поэтому сегодня использовать буду три удилища одно из них на дальнюю дистанцию одно на среднее и одно на ближний оснастки все в принципе легкие но с коротким поводком так чтобы из кормушки выходила лифтерная крошка что-то пылила что-то вулканировала да и здесь торчал какой-то крючочек вот на такую оснастку мы сегодня будем ловить но кроме нее вы используете другие снасти которые можно использовать именно в водоемах закрытого типа таких как озеро пруд не река и течение этого видео будем показывать вам какие именно мы использовали снасти и почему именно них они какие-нибудь так 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 что у нас там клюет карасик ну друзья мои первый карасик попался на оснастку с пауком видите да сюда мы забиваем прикормку и оснастка вот так вот находится возле прикормки то есть имеет нулевую плавучесть на крючке две силиконовые кукурузки поводок с волосом получается поднимает оснастку и это должно возбуждать рыбу схватить эту наживку или насадку такие две силиконовые кукурузки на удилище которое мы будем ловить на ближней дистанции но используя такую оснастку она довольно таки чувствительная это полусфера с небольшим крючочком и с силиконовой кукурузкой на крючке вот ее воткну и вот на такую красоту буду ловить в вариантах где закрытый водоем где есть тина где кормушка или грузило может утонуть вместе с вашей оснасткой а здесь такого не произойдет то есть вот этот вариант я считаю достаточно эффективный для ловли именно на озерах прудах и на других закрытых водоемах друзья ну буквально не знаю пару минут прошло и первый карасик видите поводочек маленький коротенький вот такой и висит прямо получается над крышечкой над полусферой это карасик маленький длиной это не наша рыба эту мы рыбу точно пускаем и продолжаем вот так вот ловить вот такой красавец ну друзья мои и на оснастку паук тоже ловится караси вот смотрите упал карасик упал оснастка смотрите друзья мои такая же самая только получается как глухая оснастка вы поняли да оснастка вертолет то есть я подцепил здесь прикормочка и рядышком маленький поводочек с опарышем и тоже такой маленький карасик это не наш размер короткий поводок в данном случае решает очень многое видите да карасик клюет с подсаженной силиконовой кукурузой в том числе то есть можно и на парыша ловить можно и на силиконовую кукурузу то есть в принципе он тут не балованный скажем так карась и ловится на разные насадки здесь есть друзья мои и самое главное что в этой ситуации не сильно подсекать не надо дергать потому что можно порвать рыбу губу это с точки зрения того что если основной у вас шнур если у вас леска конечно вы можете там чуть подсечь но все-таки если у вас острые крючки это вообще делать не нужно я уже заметил что спортсмены они вообще не подсекают они только берут и вытаскивают вот типа вот такого варианта караси конечно маловаты я конечно думал что тут карасище будут такие что мама не горюй а тут конечно карась маленький и он сразу же уходит в освоясь и загибы загибы о выки поклевки такие яркие работает ближняя дистанция принять скажу что средняя и дальняя так и изредка когда там выстреливает а ближняя может быть мы просто чаще забрасываем потому что постоянно на не клюю на ближние бровки как-то мне там писали подписчики о том что здесь на этом озере надо закидывать плюс там 100 метров там и так далее на самом деле для того чтобы ловить рыбу не обязательно далеко забрасывать вот она ловится буквально вот 18-20 метров не более карась это конечно не то что мы сюда приехали ловить ну знаете это же в кайф правильно мы сюда для чего приехали на торпить рыбу нет приехали получить кайф и понять на что что клюет вот этим мы и занимаемся и вам друзья советую чисто жить в кайфе получать удовольствие от всего что вы делать и если вдруг вы делаете то что вам не нравится бросайте на и занимайтесь только тем что нравится ну рыбалка получается как нон-стоп забросил буквально чуть-чуть там подождал даже практически меньше минут и обратно вытаскиваешь то есть даже не забросит палки на среднюю и ближней дистанцию ладно там все отпускает пускает пускаю все 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 отпускает пускай все беги беги по разбегу поменял прикормку красного цвета поставил и клев стал ну настолько быстрым настолько реально настолько ярким что другие удилища практически не нужны то есть ловишь на одно удилище и получаешь просто кайф вот так вот хочется завершать уже рыбалку по сути не все понятно что карпика большого мы не поймали а вот карасик ладошечный это ну просто его здесь кишит и не поймать его это невозможно большой бы мы не поймали но очень старались это сделать работали вот такие оснастки с коротким поводочком на крючке опарыш червь пенопласт силиконовая кукуруза мы пробовали на все ловить сегодня и в принципе карась ловится но почему ловится карп для меня осталась поэтому будем туда приезжать еще сюда ловить потому что в принципе рыбалка 300 гривен это хорошая цена для одесской области таких такой цены на таком шикарном озере я в одессе не видел до встречи всем всего хорошего рыбу мы не взяли ну вот так получилось потому что таких раз как мы всем удачи все хорошего пока следим с на рыбалке